Приветствую всех зрителей и подписчиков. На канале Максимум самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости, которые будоражат весь Казахстан. Дорогие друзья, сразу две срочные и важные новости. Безусловно, за ними следит вся страна. Первое. С 5 июля, а это получается ближайшее воскресенье, по всему Казахстану вводится так называемый новый карантин. Его определила Госкомиссия под руководством премьера Оскара Мамина. Ну и второе. Это то, что бывший президент страны Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса. Об этом сегодня сообщил его пресс-секретарь Айдос Уикбай в своем твиттере. Те со словами «У меня хорошие новости» тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат, выложил фото Назарбаева. Напомню, о том, что экс-президент страны заразился COVID-19 было сообщено 18 июня. А так, Казахстан вошел в стройку стран, жители которых меньше всего на планете Земля верят в существование и смертельную угрозу коронавируса. Так, по крайней мере, об этом говорится в исследовании холдинга Romer и Gallup International. Это самое исследование и опрос людей стартовали в марте. В апреле была проведена вторая волна. В первой половине июня третья. Было опрошено почти 19 тысяч человек в 19 странах. На самом деле, совсем не интересно, по крайней мере мне, кто составил кампанию Казахстану по скепсису в отношениях к коронавирусу и даже по каким причинам у них идет это отрицание. Но то, почему именно в нашей стране люди продолжают активно сомневаться, как я уже сказал, не только в угрозе, но и просто в самом существовании этого смертельного коронавируса, я определенно знаю. И сейчас вам это докажу. Причем без лишних комментариев со своей стороны, но просто приводя новостные информационные сообщения, которые получаем мы с вами. Смотрите. На прошлой неделе президент Токаев в интервью заявил буквально следующее. Правительство Казахстана полностью контролирует ситуацию с коронавирусом. Об этом в интервью газете «Анатолия» заявил Казамжумар Токаев. Президент уверен, несмотря на стремительный рост больных в пневмонии нового типа, наши чиновники борьбу с COVID-19 не проиграли. Как вы знаете, в городах Нур-Султане, Алматы и Шимкенте оперативно построены три инфекционных больницы. Клиники в других регионах были оснащены необходимым оборудованием. Наши врачи обладают необходимыми знаниями для лечения больных. Необходимо создать условия для того, чтобы наши граждане скорее выздоровели и не получили осложнений. Нельзя делить заболевших на чиновников и простых людей. Как говорится, все мы в одной лодке. А буквально через пару-тройку дней на совещании по противодействию распространению коронавируса уже заявил следующее. Ничего лишнего, только новости. Президент уверен, несмотря на стремительный рост больных в пневмонии нового типа, наши чиновники борьбу с COVID-19 не проиграли. Сегодня Касымжимар Токаев провел совещание, где назвал работу чиновников провальной и призвал готовиться к затяжной пандемии. За упущение в работе объявляю замечания Акимом городов Нур-Султана и Алматы, Кульгинову и Сагентаеву. Объявляю выговор Акимом Шимкента, Актюбинской и Павлодарской областей, Айтенову, Уразалину и Скакову. Руководителю межведомственной комиссии Тукжанову. Предупреждаю Акимов от Ираусской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Это касается и руководителей всех областей. Дальше. Позавчера приходит новость о том, что после поручения президента, скорее всего, а сегодня это подтвердилось, что с 5 июля, дабы уменьшить скорость распространения коронавируса, в стране вводится новый карантин. Локдаун оказался мягким. Госкомиссия объявила о введении ограничительных мер с 5 июля на две недели. В этот период запрещают проведение всех зрелищных, массовых и семейных мероприятий. Ограничивают перемещение населения по улицам, паркам и скверам не более трех человек. Также будут закрыты все культурные и религиозные объекты, развлекательные центры, детские сады, лагеря. При этом со всех щелей лезет, что любовь казахстанцам к ТОям мешает победить этот сам коронавирус. Предлагают даже запретить эти тойские гуляния, чуть ли не на два года. При этом уговаривают людей массово не собираться и даже грозят ответственностью. Ссылка на новость в описании этого ролика. Офицированное происходит зачастую на различных семейных мероприятиях. Тои, бота, значит дни рождения и так далее. Хотя проведение данных мероприятий под запретом. Если есть факты, выявленные, что кто-то из гаража проводит какие-то мероприятия, пожалуйста, сообщайте, будем выезжать, разбираться. А вчера приходит сообщение, что сразу после начала нового общенационального карантина, который стартует 5 июля, на следующий же день, 6 июля в Нур-Султане, Астане, все равно отметят День столицы. Как уточняет в Акимате, соблазнять людей тусовками в режиме карантина будут чуть-чуть. Основная часть программы будет предоставляться на открытых площадках, без большого скопления людей, с соблюдением расстояния между жителями города в онлайн и иных форматах. Господа, вы сами провоцируете людей. Вместо того, чтобы отменить все это дело, вы, как я уже сказал, по полной их дразните. В то время, когда одни можно, а другим предписано сидеть дома и соблюдать карантин и самоизоляцию. Дальше. Вместе с новостью о введении нового карантина, приходит и новость о том, что открывается граница с Китаем. Так, погранслужбе сообщают, что закрыты еще с 10 июня три участка на границе между странами, а именно пункты пропуска Кальжад, Бахты и Майкапчагай, вновь становятся открытыми для пересечения в обоих направлениях. Ссылка на инфу также в описании ролика. Ладно, я понимаю безразличие наших, но вот зачем китайцам нужен казахстанский коронавирус? Дальше. Я не знаю, успели ли вы уже прочитать, какие ограничения вводятся с этим новым карантином в стране с 5 июля. Если нет, то ссылка в описании этого ролика. Так вот, если вы с ними ознакомились, то в период двухнедельного карантина введен запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. А как же тогда день столицы 6 июля? Здесь же ограничено перемещение населения по улицам, паркам, скверам не более трех человек. И самое выдающееся. Приостановлено пассажирское автобусное сообщение между регионами. Но при этом сохранено международное авиасообщение. Правда, без дальнейшего увеличения списка стран. Ну хоть на этом спасибо. То есть вы понимаете, внутри стороны приостановлено пассажирское автобусное сообщение. А вот за границу на самолете – пожалуйста. После таких новостей о взаимисключающих движениях в стране по борьбе с коронавирусом, меня абсолютно не удивляет, почему казахстанцы в лидерах по неверию в угрозе и вообще в существовании этого коронавируса. Однако следует отметить, что все больше граждан меняет свое отношение. И все это не отменяет того, что в аптеках в регионах Казахстана нет противовирусных, жаропонижающих препаратов и других лекарств. У аптек и аптечных складов буквально по всей стране большие очереди. На фоне вспышки коронавирусной инфекции и пневмонии в больницах не хватает мест, и многие казахстанцы вынуждены лечиться на дому и самостоятельно искать лекарства. Казахстанские журналисты прошли по аптекам в Алматы Ак-Тубе и Шемкенте. Алматинец Ернар Ак-Молдин с самого утра в поисках лекарств. У его родственников Казалардинской области выявили пневмонию. Прописали антибиотики, которых в регионе нет. Ернар хотел купить лекарства в Алматы и отправить заболевшему. Но и в самом крупном городе страны препаратов нет. Перед аптечными складами в Алматы много людей. Правила социального дистанцирования практически забыты. Кто-то пытается найти лекарства для себя, кто-то для родственников. Он говорит, что вам прийти в Алматы? В Алматы неfu, но неоцене нескольких. Ну и в Алматы, чтобы уйти в Алматы. Хороший, который говорит, что в Алматы не уйти. Как об этом-к IV-хороший. Как вы думаете, что это у нас в Ак-Тубе? Фармацет одной из аптек говорит, что жаропонижающие средства закончились несколько недель назад, а доставка новой партии задерживается. Актюбинцы тоже обивают пороги аптеки в поисках препаратов. Некоторые заказывают лекарства из соседней России. Здесь лекарств никаких не было, какие-то уколы нужны. И где вы заказывали? В Оренбургской области. Привезли оттуда? Ну да, через машины не ездят, на фуре привезли. На фуре? Через шофер. Много коронавируса. Нам берега мастерили. Много мультурцит, когда мы уже цыгал трубы. На бокаина нет, да? Нет, нет. А будет? Люди путают. Вместо противовирусных покупают антибиотики. Это совершенно разные вещи. Против вируса антибиотики не помогают. Антибиотики помогают при воспалительных процессах. Назначаются только врачом. Поэтому советую очень сильно не пить антибиотики без назначения врача. В крупных аптеках Шимкента также стоят в очередях. Люди надеются найти нужные лекарства. В мелких аптеках жиропонижающие и болеутоляющие препараты уже закончены. Министерство здравоохранения нехватку лекарств отвергает. Вице-министр заявила, что многие препараты уже поступили в продажу. Практически с сегодняшнего дня жиропонижающий препарат парацетамол в таблетках поступил на рынок. Он уже доступен в аптеках Алматы, города Нур-Султан, Карагандинской области. И до конца недели будет уже отгружен практически во все регионы. Мы проводим мониторинг обеспечения. Территориальные департаменты комитета контроля качества, безопасности товаров и услуг включены в составы мониторинговых групп при Акиматах, которые мониторят именно наличие препаратов в розничной сети, а также проводят мониторинг цен. С 1 июля Министерство здравоохранения вновь ведет общую статистику заразившихся коронавирусом без деления на симптомных больных и бессимптомных носителей. По официальным данным, в стране выявили более 41 тысячи случаев инфицирования. В стране сплес заболеваемости пневмонии. У большинства заболевших отрицательный тест на коронавирус. Сколько человек скончались от пневмонии, не сообщается. Известно, что с января по апрель в Казахстане от пневмонии и гриппа умерли 1128 человек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...